Иногда я себе ставлю такие квесты, типа просто какую-то задачу, которую я должен выполнить. В этот раз я решил найти самый нормальный, дешевый смартфон на Алиэкспресс. И у меня получилось. Этот смартфон стоит 4800, то есть менее 5000 и реально неплохой. Давайте посмотрим на него. Конечно же это Meizu. Я люблю фирму Meizu, у меня с ней связаны очень теплые воспоминания. Это одни из первых китайцев, которые я заказывал с сайта Алиэкспресс. И качество их меня тогда поражало абсолютно. Смартфончик лежит вот в такой вот довольно премиальной коробке. Это вам не Samsung, которые кладут смартфоны в абы какие упаковки. Как будто знаете, это какая-то картонная коробка от конфет. Тут все довольно прикольно, такой плотный картон. И давайте взглянем на сам смартфончик. Это Meizu M8C, кто еще не догадался. В комплекте идет зарядка кабелей, не особо ничего интересного. И самое интересное это смартфон. Что нам предлагает смартфончик за 5000? Широкоформатный HD экран, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигов встроенной. Нормальная, средненькая такая камера. В общем-то, конечно же, Android на борту. За 4800 это очень здорово. Реально иногда поражаюсь, насколько дешевыми нынче стали технологии. И что может предложить смартфончик за такие смешные деньги. Давайте попробуем замутить тестовую фотку. Примерно вот так у меня получилось запечатлеть замечательную мышь Logitech. Ну что я могу сказать, камера годная. Когда-то мы о таких камерах мечтать не могли. А если вы учите в школе, студент, или вам нужно сфотить что-то там, например, документ, какую-то тетрадку, то вообще никакого труда у вас это не составит. Также тут есть и фронтальная камера, конечно же. То есть смартфон, в принципе, отвечает всем нормам современного смартфона. Он и выглядит неплохо, неотвратительно. Они выглядят как какой-то дешевый китайский, безымянный какой-то кусок пластмассы. Довольно неплохо, не стыдно ходить с таким смартфоном. Вполне я бы смог. Почему нет? За 4800 дополнительная радость. Я лично испытываю кайф, когда беру такие недорогие вещи и понимаю, насколько они классные. Потому что если ты купил телефон за 60 тысяч, и он крутой, ну что тут такого? Он и должен быть крутым. Ё-моё, ты косарь долларов за него отдал. А тут, когда ты покупаешь телефон менее чем за 100 баксов, и он крутой. Вот это действительно классно. Что я вообще ввожу в понятие крутой? Это не обязательно только его характеристики и мощность в играх. Это его исполнение. Давайте поближе взглянем на его корпус и убедимся, что сделан он очень здорово. С вниманием к деталям, так сказать. Конечно же, это не металл, это пластмасса. Но при этом всё сделано настолько круто и чётко, что даже никаких вопросов не возникает. Действительно, не ощущается нигде торчащий пластик. Всё сделано с любовью к деталям. И чувствуется, что производитель реально контролирует этот процесс, а не так, как Apple. Кто-то сейчас удивится и скажет, ты чё на Apple гонишь вообще, чё охерел? На самом деле, совсем недавно у меня был случай, когда мне нужно было купить iPhone 7 Plus, и из четырёх открытых смартфонов все были с какими-то дефектами внешними. Кто не верит, ребята, посмотрите мой ролик, там я как раз об этом рассказываю. Так вот, Meizu, ну и в частности Xiaomi, в этом плане молодцы. В чём лучше Meizu, чем Xiaomi, лично для меня, это их плавность оболочек. Потому что система у Meizu реально работает безумно плавно. И после даже iPhone'а не кажется, что это какое-то говно. Напомню, что телефон стоит всего 4800, тут всего четырёхъядерный процессор, но как вы видите, работает всё довольно-таки плавно. Пользоваться этим вполне-таки приятно. То есть нет такого, что со скрежетом в зубах ты мучаешься, страдаешь и терпишь какие-то неудобства. Для чего подойдёт смартфон Meizu M8C? В первую очередь, конечно же, это отличный второй смартфон. Дополнение к вашему первому. Если вы настолько богатый, что у вас какой-то есть крутой смартфон, типа iPhone X, 8 Plus, и в принципе вы можете себе позволить смартфон за 50 плюс тысяч, и вам нужен какой-то второй телефон, потому что ваш смартфон за 50 тысяч, видите ли, просто не поддерживает две сим-карты, а вам это надо, тогда Meizu M8C отлично подойдёт. Напомню, что цена Meizu M8C это практически цена оригинального чехла на iPhone X, и поэтому в принципе он стоит своих денег 100%. Такой телефон можно купить, например, своей маме, подарить своему отцу, младшему брату, сестрёнке, ну кому-то, кому не требуется навороченный дорогой гаджет. По сути, ребят, честно говоря, этот гаджет можно назвать навороченным, всё же он запустит абсолютно любое Android-приложение, которое вы на него загрузите. Поэтому, в принципе, конечно, не считая скорости работы и отсутствия какой-то офигенной камеры на борту, по сути, этот смартфон очень даже неплох, и за 4800 это реально находка. Я думаю, я справился с задачей, нашёл лучший бюджетный смартфон, по крайней мере, на момент выхода этого ролика. Если у вас есть свои варианты на этот счёт, если вы считаете, что я не прав, и есть какой-то телефон, который ещё лучше, а возможно ещё дешевле, напишите об этом в комментариях. Всем хорошего дня, хорошего настроения, всем пока-пока!